Приветствую вас, дорогие друзья! Спасибо, что заходите на мой канал. Сегодня я хочу поделиться удивительным открытием, вы будете смеяться, но я наконец-то зашла в магазин FixPrice. Да, ну, наверное, среди моих зрителей есть люди, которые приобретают какие-то товары в этом магазине. Что это за магазины? Цена там на все товары варьируется до 100 рублей. То есть это очень недорогие, но это не значит, как оказалось, некачественные товары. Там очень хорошие вещи. Я была просто в шоке, когда первый раз туда зашла. Случилось это что-то в районе месяца назад, что я там приобретаю. Теперь я уже постоянный покупатель FixPrice. То есть в нашей семье, знаете, как-то в принципе не принято ходить по распродажам, каким-то магазинам, где цена очень низкая. Мой муж вообще до знакомства со мной даже ни разу не был в магазине Пятерочка. То есть ему почему-то казалось, кстати, очень зря, что в таких магазинах, очень недорогих, бюджетных, должны быть обязательно все испорченные продукты. Но оказывается, на деле наоборот, именно в дорогих магазинах как раз-таки залежалый товар, потому что люди просто, немногие могут себе позволить отовариваться в таких магазинах. И там все долго очень лежит и портится. В общем, хочу поделиться с вами открытием, что там можно приобрести, что там есть действительно нужного и хорошего, не какой-то мусор, да, но и мусора там, конечно, тоже очень много. Но что есть именно хорошего? Вот такие вот приспособления для макияжа. Их там довольно много. Всяческие спонжи, вот такие вот довольно приятные. То есть это мягкий спонжик, да, вот как вы видите, он очень приятный. Стоимость его 55 рублей. То есть это не бьюзи-блендер за полторы тысячи, да. Второй такой я уже приобретаю. Они прекрасно отмываются. В меру мягкие, не совсем прям, конечно, уж, да. То есть под глазки с аккуратностью я им пользуюсь. Но в целом для лица подходит, прекрасно растушевывает тональное средство. Что еще можно приобрести в фикс-прайс? Вот такие вот красочки для бровей. Черная и коричневая. Но почему взяла черную? Потому что не была уверена, что все-таки будет черный результат. Да, к сожалению, действительно черная. Коричневая у меня уже закончилась. Они разных производителей. В основном отечественные, либо польские. И, и, и. Сейчас вытащим. Стоят они вот из такой вот жидкости в одном пакетике и в другом пакетике краски. Их необходимо смешивать. В принципе, половинки и того, и другого пакетика хватает для того, чтобы окрасить брови. Полноценно, абсолютно. Единственное, что я бы советовала вам предварительно сверху и снизу обязательно нанести какой-то, ну, может быть, детский, даже жирный какой-то кремчик. Благодаря которому не будет окрашиваться кожа вокруг бровей. Коричневые красочки точно такой же состав, только он вот упакован в такие колбочки. Стоимость их, друзья, ну, абсолютно смешна. Что-то в районе 25 рублей. Те, кто может сам и привык сам делать себе, соответственно, окраску бровей, я часто делаю это сама и как бы не вижу смысла ходить для этого в парикмахерскую. У меня не такие огромные брови, как у Карабаса-Барабаса, чтобы приводить их в порядок в парикмахерской. То есть у меня довольно тонкие волоски, неяркие брови. Ну, в общем, я считаю, что я могу покрасить сама. В принципе, замечательная краска. У меня тут на всякий случай чек, я буду где-то подглядывать. Я там для хозяйства приобретаю, это понятно, да, то есть в этом магазине конкретно дешевле всего вот такие вот средства покупать. То есть это губочки для того, чтобы вытирать столы, пыль, ну и так далее. Очень мягкие, очень хорошо впитывают водичку. И, кстати, очень хорошо вымывается из них пыль. Я брела вот такой вот контейнер металлический для кисточек. Стоимость его 55 рублей, сзади указано. Вообще, это контейнер для brush case, то есть для кистей именно косметических. Как бы у меня кисточки все довольно большие. Я приобрела его с мыслью о дочке, которая рисует. И у нее как раз вот такие тоненькие-тоненькие художественные кисточки, которые замечательно в нем хранится. Ну, вы, естественно, можете хранить в нем все, что угодно. Посмотрите, какая красота за 55 рублей. Все аккуратненько, красиво. В конце концов, можно возить кисточки с собой. Ну, или какие-то другие предметы тоненькие. Следующие две совершенно, на мой взгляд, гениальные вещи. Посмотрите, какие красивые упаковочные коробочки. То есть это металлические коробочки. Посмотрите, какая красота, да. За 50 рублей, я считаю, ну, просто гениальная вещь. Они все очень-очень аккуратно сделаны. В них можно упаковывать подарки, например, да. Или можно положить косметику. В общем, ну, то, что вы придумаете. Какая красота. Вы знаете, там было несколько расцветок. Вот это, как мне показалось, самые такие яркие, наиболее удачные, были более спокойные. Ну, кто как любит. За 50 рублей штука, я считаю, ну, просто здорово. То я постоянно там покупаю. Это вот такие вот спонжики, которые вы видели в некоторых моих видео. Я умываюсь ими, и я вычищаю масочки ими. И вообще, это замечательная вещь. Это такой расходный материал. Три штуки за 55 рублей. В других магазинах они стоят одна штучка по 100 рублей. Поэтому я считаю, это очень-очень экономно. Купила вот такой вот замечательный пенальчик или эта косметичка. Такая вот четвертиночка грейпфрута розовенького, да. Мне очень нравятся. Некоторые сумочки у меня очень маленькие. Туда косметичка такая вот толстая, прям набитая косметикой не помещается. А сюда, в принципе, вот и все как бы поместится. Видите, она такая длинненькая. Вы можете туда положить все, что угодно. Вот ручек, да, с собой до, вплоть до телефона. Иногда туда такие узенькие телефончики даже помещаются. И ключи, и косметику. А пенал на молнии, это называется, 50 рублей. Там были разные вот такие вот фруктовые половиночки. Приобретаю вот такие вот носочки. Смотрите, вот всех цветов, просто всех цветов. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь пять цветов. Вот из этой пачечки я уже одни вытащила. Носятся замечательно. Маленькие, тоненькие, незаметные абсолютно. Смотрите, какие капроновые, прям тонюсенькие. Они все хорошие, затяжек на них нет. По 50 рублей за упаковочку, ребята. Вот они, видите, как удобно упакованы. Прямо целую упаковку можно взять с собой куда-то в отпуск. И беды не знать. Я приобрела вот такую вот расчесочку. Очень такая прямо крепкая. Хорошо посаженные зубчики. Редкая. То есть волосы не будут путаться. 55 рублей, ребята. Ну, она симпатичная. Видите, вот она с такой розовенькой ручечкой. Идеально, мне кажется. Мне нравится. Знаете, очень удобно мыть. Вот эти вот редкие зубчики. Они очень легко вычищаются. Вообще вещи хорошие там. Ключница. Есть ключница, но она вот как-то не очень крепко закрывается. И все ключи мне оттуда как-то, знаете, вываливаются. И очень сильно стучат в сумке. Мне это не нравится. Здесь вот так вот очень много, да, таких вот крючочков, куда можно прицепить. Здесь есть вот такой вот один крючочек, который легко разжимается. Я терпеть не могу вот такие вот, честно говоря, кольца, из-за которых ломаются все ногти. Не люблю. Я все время прошу мужа или дочку мне как-то их разъединить. Потому что у меня очень-очень тоненькие ногти, особенно после шелака. Я вот видите, даже никакой сейчас маникюр не ношу. Просто потому что лечу их. Просто стараюсь каким-то образом их подлечить. И вот такая вот ключница. Смотрите, какой цвет хороший. Там, кстати, очень большой выбор. 50 рублей вот такая вот штучка. Она вообще похожа даже на кожу. Внутри, видите, она бархатная. То есть, ну, меня вообще удивляет качество некоторых продуктов, которые там продаются. Такая вот забавная у меня покупка. Называется набор тряпочек. Но это вообще не тряпочки. Это маленькие такие вот полотенчики, да. Как я их использую? Вот они стоят 50 рублей. Представляете, вот такой вот три. Три полотенчика. Использую для вытирания лица. Это такой вот индивидуальный маленький полотенчик, о котором я вам говорила, чтобы не пользоваться общим полотенцем. Мою после себя, после каждого умывания. И вешаю на батарею сушитель. И полотенчиков у меня несколько. И вот это вот, ну, просто мне кажется, очень удобная вещь. Теперь я постоянно уже покупаю. Это пакеты для завтраков. Мужу делаю с собой, дочке делаю с собой. Упаковываю бутербродики. Ну, в общем, все, что угодно. Яблочки. Они очень удобные. Они оптимальны в размере. 18 на 28. Пакеты для завтраков стоят 50 рублей. Знаете, сколько их здесь? Здесь их 200 штук. Это на очень-очень долго нам хватает. Еще буквально несколько вещей. Вот такие вот чудесные корзиночки. Я думаю, что, наверное, все, кроме меня, уже приобрели. Если вы не приобрели, то очень вам советую. Смотрите, какие красивые, ажурные. Что туда можно положить? Ну, в общем, все, что вы хотите. Вы можете поставить их в ванную, да? На кухню. Вы можете хранить там косметику. Вы можете поставить их на свой туалетный столик. Вот это стоит 55 рублей. В Ашане такие корзинки стоят очень дорого. Их красивых там нет, к сожалению. Странно, но факт. Мне казалось, что Ашан самый дешевый магазин. Но нет. Здесь вот такие вот хозяйственные штучки продаются еще дешевле. И они красивые. Смотрите, вот такая вот хозяйственная корзинка. Она с ручками, как вы видите, да? Опять же, для хозяйственных каких-то вещей. Ванную поставить, под порошочки. Все, что угодно. Замечательная штука. Вот она, по-моему, стоила в прошлый раз. Я ее брала в районе 70 рублей. Вообще просто копейки. Я еще себе приобрела. Уже туда все поставила, да? Свой какой-то дневной ход для тела. В общем, очень удобная вещь. Это вот такая вот корзиночка. Видите, она немножечко сердечко. Мне очень нравятся вот такие вот цвета кремовые. У меня обои такие. Кремовые с золотом. И вот эта вещь очень удобная. Потому что, видите, вот у нее внутри вот такие вот отсеки, которые разграничивают, да, вот эти средства. И они не будут мотаться туда-сюда и падать. То есть вот эти отсеки вот так вот буквально вынимаются и ставятся. Это очень удобная вещь. Она, кстати, недешево, хорошо смотрится. Я очень многих женщин вполне состоятельно видела вот такие вот коробочки. Мне кажется, они не догадываются, что все знают, где их можно купить. Вот действительно, теперь я тоже знаю. Буквально еще пару вещей, которые, я думаю, вам было бы любопытно увидеть. Это вот такая вот косметичка. Плоская совершенно. Смотрите, да? Такие большие плоские сумки а-ля чемоданы. Или какие-то такие вот модные, да? Мешки, в которые толстые какие-то раздутые косметички никак не помещаются. Туда прекрасно влезает паспорт, да? Ну, то есть туда напихать можно всего, чего угодно, и довольно много сюда влезает, как ни странно. При этом она абсолютно, смотрите, плоская. Вот у нее есть вот такие, да, отверстия люверсы, за которые можно, в принципе, зацепить, если в сумочке есть какие-то приспособления, ну, либо вы просто можете даже на булавочку, на какую-то брошку прицепить, и у вас будет карман в сумке. Это вот для тех сумок, у которых внутри мешок, нет карманов. Вот эти штучки очень удобные тоже, ну, 50 рублей. Я думаю, ну, можно себе позволить любого цвета абсолютно. Все сумки, наверное, можно купить вот такие карманы по цвету подходящие, подвесить туда внутрь сумки и просто без проблем находить очень быстро, там, кошелек, документы или кредитные карточки. Финальный предмет, который я вам уже в одном своем видео показывала, когда делала маску, это вот такое вот зеркальце, да, вот. Вот. Оно довольно большое. Чем оно удобно, вот это зеркало? Зеркало как бы вот так вот можно вынуть. Вот это вот пластик, видите? И для тех, кто любит делать что-то своими руками, можно не оставлять вот такой вот рамочке, очень простой, да. Ну, мне, в принципе, достаточно этой рамочки, потому что у меня зеркало это стоит просто на кухне, спрятано в шкафчик, и я иногда привожу себя в порядок, я уже вам рассказывала, я организовала там такой мини-угол красоты, чтобы не было никаких отговорок приводить себя в порядок, да, особенно по утрам, когда рано-рано, допустим, встаю в 7 готовлю завтрак, ну, кажется, что совсем уж некогда-некогда, а нет, можно, можно найти секундочку и привести себя в порядок. Вот, чтобы не бегать в туалет и в ванную, смотреться, зеркало негде на кухне, да, я завела себе вот такое вот зеркальце. И купить себе любую рамку для фотографий или картины, и это будет шикарным обрамлением прекрасного зеркала. Кстати, там уже есть у них своя система лояльности, да, то есть 5% они обратно, по-моему, 5 или 10 даже, не помню, 5, по-моему, процентов обратно перекидывается на карточку, то есть еще вам и скидка постоянно идет, и накопившейся денежкой вы можете оплачивать следующий заказ. Представляете, низкие цены, еще и система лояльности придумана. То есть просто люди борются за своего покупателя, молодцы. Надеюсь, что этот ролик был для вас полезен, и может быть вы тоже пересмотрите, как и наша семья, свое отношение к такого рода магазинам, и что-то полезное там всегда-всегда можно купить. Если вам понравятся такие ролики, я буду их еще делать с новинками, которые буду приобретать в такого рода магазинах. Дайте мне, пожалуйста, знать, если вам это интересно. А я желаю вам удачи, и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!